И вот снова стадион SoFi, конечно же, и сборная Бразилии и Коста-Рики выходит на его газон. Эту игру мы будем смотреть. Во многих командах, во многих сборных, ну а Московская Динамо и Краснодара. Сегодня Энрика в запасе, но и были изменения, Дори Валжунир поставил на мат, тот, который был на чемпионате мира 98-го года во Франции. Поэтому 4 звезды только у костюма Дори Валжунир. Ну там вот все кончилось с поражением в финале от сборной Франции 0-3. А вот, да, полиция, да, как Фабио уже сказал, новая сборная Бразилии. Если вы не очень внимательно следили за последними событиями вокруг этой команды, так, так, как тут прессинг, нет, все в порядке, то ни Габриэла Жизуса, ни Казимира 0-0, но это было очень сложное матч для сборной Бразилии. Сам интересно. Яп, бразильцы перехватили мяч, и вот он Венисиос, и сразу на него бросается самый могучий из костариканских защитников, и в хирургическом подкате достает. Больше того, мяч у Венисиоса, и Венисиос убирает защитника и катит. Владимир Мичо здесь очень интересно, да, 83% в ползу сборной Бразилии только 17%. Сейчас Бразилия левый фланг, Венисиос с мячом, но очень внимательно с ним играет. Бразилия играет за границу, и болельщики Бразилии, наверное, очень довольны. Мало кто... Бразильские болельщики, самое важное для них, что мало кто играет в Бразилии. Сегодня я полез на сайт газеты «Глобо», и первую новость про футбол. Начал готовиться бросать из-за боковой. 19-летний защитник, но очень атлетичный и очень крепкий парень. И посмотрим, как далеко он может аут бросить. Далеко он может. Надо штрафной добросил. Бразильцы мяч забирают. И автобус, это сложно для сборной Бразилии, но когда они постараются стоять на ногах после такого контакта. Такие маленькие футбольные хитрости. Вот это действительно автобус, но это еще очень компактная игра. И когда они чуть-чуть Бразилию помыли. Американцы с мячом. У нас половина первого тайма позади. Митчелл. Была бы хороший вариант там. Подача. И Секейра. Да. Итак. Вот шанс бразильский. Вот подача. Нет. Там Митчелл. Митчелл. Сейчас до чужой половины поля дойти. Нет. Успеет. Передача. Несется Венисиус. Догонит мяч. Ну, конечно, догонит. Это же Венисиус. И вот снова против него двое. И угловой. Это колоссально. Но это такой, да, добровольный отказ от мяча в Коста-Рике. Который сказал, ребят, нам не надо. Все. Перерыв. Эта тактика Коста-Риканцев сработала. Они выдержали. Сборная Бразилия. Первый номер вратар Алисон. Лево-направо. 16-й. Гильер Миарена. Четвертый Маркинус. Третий. Эдер Милитон. Второй. Данилу. И отбор. Турнир чемпионата мира. А Бразилия пока только шестое место. Это очень... Правда, уже не так все опасно. Венисиус разворачивается и двое на него. От одного он ушел. И этот один, в конце концов, достал его подкатом. Это... Джинамичин. Да, обратите на него внимание. Ему 19 лет. Он высокий, как Еремель Микки. Вот этот вот защитник, который сегодня героически сдерживает Венисиус. Хотя, смотри, нет, да, он сейчас попал таки Венисиуса в ногу. Ну, не шипом, а кончик, не помню. Да, и заголовок был тренером. Но там вообще, вообще очень другая сборная. И, конечно, по каждой сборной Бразилии... Но это был единственный большой тур. Но я думаю, что не заставим себя ждать Эндрик. Возможно, просто не готов он на 40, но готов на 30. Или какой-то план даже в голове. Отдельный на его счет переваля. Вот, посмотрим. Венисиус. Ему просто не выпрут. Олехандро Бранн, Мадригаль, принесли на поле. У сборной Коста-Рики. Бразилия требует Эндрика. Но пока вышел другой молодой. Савио готовится. И Савио готовится. Ну, прекрасно. Вот она. Мяч, который подхватывает Пакета, выбирает от направления для передач. Кэмбелл. И Джоэл Кэмбелл. А, да, и Джоэл Кэмбелл. Сборная Коста-Рики 140-й. Большая группа в желтом. Подача. И мешают сейчас Секери. Сальвия играет все время на матчах, на трибунах и так далее. А вот сейчас в ярых очень сложно догнать такую передачу. Бегание. Свободный фланг подключается. Арана простреливает. Неудачно простреливает. Нет, это сан. Нет, это ничего. Нет, пенальти. Не теряйтесь, бразильцы. Потому что здесь, господи, как он бежит. Митчелл. Смотри, сколько сил у него. В угол Родриго ищет партнера передача. Где удара, нет удара. Я бы сейчас не говорил вот так вот с арбитром. Так, давай посмотрим. Падение вот этого. Это не пенальти. Ну, хотят пенальти. Родриго упал. Вот как это было. Его Митчелл хватает. Это не пенальти. Он сам не наступил в мяч. Ну, в целом, да. Джеральд Тейлор, Джозеф Мора. Это фамилия. Пас назад. И подача Милитауну. Как же не попадает головой. Там был офсайд уже. Результат, который он никак не прогнозировал. Сказалось, ну, с Коста-Рикой Бразилия должна справиться. Но она не справляется. И, ну, ну, пиат, да, пиат на субботу.